В 2020 году один из отрядов Тульской археологической экспедиции, которым руководили я и мой коллега Иван Сергеевич Простяков, проводили раскопочные исследования на городище, расположенном неподалеку от поселка Спицынский на территории Ясногорского района Тульской губернии. Информация о том, что памятник существует, была получена археологами от местных жителей, была проведена шурфовка площадки городища, и были исследованы разрушения культурного слоя на городище. Разрушения имели как природный характер, это были обвалы и оползни по крутым склонам мыса, на котором расположено городище, так и носили они характер следов, остатков грабительских раскопок. В ходе работ разведочных был обнаружен ряд весьма интересных находок. Находки эти представляли собой фрагменты украшений и элементов вооружения. Наибольший интерес этих находок составляет то, что они имели не характерный для нашего региона северо-европейский облик, иначе говоря, скандинавский облик. И нами была организована экспедиция с целью выяснить, с какими материалами эти находки связаны, и что они делают на городище, расположенном достаточно далеко от основных путей водных, торговых путей, которые существовали на территории региона в 9-м, начале 10-го века. Потому что речка, на котором расположено городище, она находится на большом отдалении от основных водных артерий региона. Городище находится почти в 40 километрах от берега реки Аки, в большом отдалении от реки Упы, а река Апрань является притоком третьего порядка реки Аки, на котором, собственно, расположено городище. На площадке городища нами был заложен раскоп площадью 60 квадратных метров общей площадью, было два раскопа, в ходе которых была выявлена усадьба, состоящая из одной жилой постройки с остатками печи, и была выявлена вторая усадьба раньше времени, которая состояла из одной жилой и двух хозяйственных построек. Находились эти две усадьбы в одном месте, то есть одна над другой. Одна была раньше, вторая была позже, поставлена на этом же месте. Судя по всему, промежуток между двумя этими усадьбами был незначителен, скорее всего, одна была снесена, и вторая была построена, собственно, практически прямо после сноса. В заполнении построек были обнаружены вещи и остатки керамических сосудов, фрагменты, которые характерны для так называемой роменско-археологической культуры. Носители этой культуры – это славянское население, которое ассоциируется исследователями традиционно с летописным племенем Вятичей, которое проживало на территории региона в период IX-XI века. Находки представляли из себя фрагменты характерных для славян этого периода лепных керамических сосудов, украшенных веревочным орнаментом по венчику, достаточно грубой лепки, грубой формовки. Тесто рыхлое, с крупными примесями, обжиг имели костровой. О круговой керамике на тот момент в нашем регионе славяне еще не знали, хотя в поздней постройке, в постройке поздней усадьбы, встречается в небольшом количестве, несколько фрагментов так называемой ранней круговой керамики. Однозначно ответить на это сложно, потому что она сильно фрагментирована и очень плохо сохранилась. Кроме того, были обнаружены ряд находок бытовых предметов, глиняные пряслица, тоже весьма характерные, вот такие замечательные шилья с нарезкой в основании, которые употреблялись для изготовления кожаных изделий, скорее всего. Это фрагменты надочажных цепей, на которые привешивались казаны в очаге. Это скорее заимствованный элемент степной культуры, так называемой салтомаяцкой археологической культуры. Там они встречаются в большом количестве. Ножи тоже вполне характерные для того времени. К элементам степной культуры относятся также вот такой замечательный эсовидный псалий. Это элемент конской упряжи, который служит для крепления упряжи непосредственно у головы лошади. С одной стороны ремень, с другой стороны у дела. Таким образом всадник может управлять лошадью. Это предмет воинской культуры, потому что оно необходимо именно для управления лошади всаднику в бою, в походе. Но славянское население, находки которого были продемонстрированы только что, оно было не первым на этом памятнике. До славян на этом памятнике проживало население, носители так называемой мощенской археологической культуры, которые традиционно ассоциируются с исследователями, с балдским населением региона. Проживали они на этом городище в период IV-V веков. И, скорее всего, именно они это городище изначально и создали, которое потом уже в период X века было заселено славянами и использовано для собственной защиты. Исследования укреплений пока проведены не были, но предположительно, как это показывает нахолетний опыт работы подобных памятников, Валгородище датируется также мощенским временем, IV-V веком, и в период жизни славянского населения он, скорее всего, не обновлялся. То есть, возможно, какие-то укрепления дополнительные стояли по гребню вала, но это обычно археологически выявляется слабо на подобных памятниках. Чем интересен данный памятник? Он интересен тем, что исследования на нем позволяют отчасти закрыть хронологическую лакуну, которая существует в хронологии археологической нашего региона и охватывает II-III-V четверть X века. И находки и работы на городище Спицыно дают нам возможность представить себе, какой облик должны были иметь эти памятники. И с большой вероятностью можно предположить, что именно этот памятник является характерным для вот этого самого искомого памятника, искомого развитого X века. И таким образом мы можем предположить, где нам дальше искать. Учитывая особенности топографии данного памятника, можно сказать, что он, в отличие от памятников раннего и позднего периода, расположен на большом отдалении. От основных речных артерий. С чем это связано, сказать сложно. Можно предположить, что после гибели памятников раннего периода население, которое уцелело, для собственной безопасности перебралось на отдаленные речные притоки, маленькие, несудоходные, для того, чтобы на них нельзя было внезапно напасть со стороны реки. Для того, чтобы утверждать что-то более точное и уверенное, необходимо обнаружить хотя бы еще какое-то количество памятников этого периода и провести на них полноценные раскопочные исследования. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...